Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя народная азбука. Я снова сейчас пришла в теплицу, чтобы поговорить еще раз про дезинфекцию теплицы, про осеннюю обработку. Я уже рассказывала, что помыла я купол, вот этот вот весь поликарбонат, и рассказала, что есть термический способ, который совершенно бесплатный. Можно просто пролить кипятком и закрыть пленкой. Но в этом году у нас условия выдались такие, что можно вот эту термическую обработку сделать. А, я говорила, что я никогда не пользуюсь, мне тяжело таскать воду, далеко все. Но в этом году выдалась у нас такая природа, ой, погода, что можно с помощью солнца сделать термическую обработку именно вот этого грунта без всяких усилий. Мне когда в комментарии написали, что можно просто закрыть двери, окна, там, форточки, все-все закупорить и нагреется с помощью солнца, я ответила, что мы так никогда не делаем. У нас в то время, когда мы обрабатываем, уже холодно. Но в этом году, о чудо, у нас стоит такая жара, сейчас 8 октября на улице. Вчера было 25 градусов, но и сегодня, наверное, не меньше, вот мне уже жарко. И мне в этом году удалось обработать грунт в теплице термическим способом, с помощью солнца. То есть, я помыла всю теплицу, все тут вычистила, немножко воду полила и просто закрыла двери, форточки, все-все плотно закрыла. И вот здесь температура 45 градусов в течение почти недели у меня стояла. Это значит, ну, многие знают, что фитофтура погибает, она там около 40 градусов, уже споры погибают. И это значит, что вот если там что-то и было, то оно все погибло. И вот, по идее, мне больше ничего обрабатывать не надо. Теплица готова к весне. Чистые стены, пропаренные с помощью солнышка, вот с помощью такой температуры пропаренные вот эти вот грядочки мои. Но я все-таки еще биологическим способом обработаю грунт, чтобы запустить туда полезные, ну, микроорганизмы. Я потом об этом расскажу. А про термический способ, вот этот вот, он считается самым мягким. Если после того рассказа, когда я рассказывала, что кипятком надо поливать, пленкой закрывать, конечно, начались опять комментарии поступать о червяках. Что же будут делать бедные черви, как они сварятся там все. Я не знаю, они сварятся там или нет, но когда у человека наступает ситуация, у некоторых людей, что такая эпидемия фитофторы, что если не обработать вот кипятком, ничего не сделать, то на следующий год ничего не вырастет. И тут уже встает вопрос, чьи интересы нужно соблюдать, или свои, или червей. Выбирать не приходится, люди обрабатывают. И, ой, вся вспотела. И ситуации бывают разные. Как вот некоторые пишут, ой, так делать нельзя. Делать можно по-разному. Все зависит от того, какая у вас ситуация. Если у вас вообще нет заболеваний, ну, можно просто фитоспорином полить и все. И вот этот вот термический способ с помощью солнца считается самым мягким, потому что ничего не нужно, никакой кипяток не нужно кипятить, не нужно ничего носить. Люди делают как? Польют после уборки теплицы, закрывают пленку, закрывают все двери и уходят все, и больше не проверяют. Вот сколько она там, хоть неделю стоит, хоть две, земля эта пропаривается, все там хорошо. Потом, ну, наступит время там свободное, придете, пленку снимете и все. Сейчас я рассказала о самом мягком и самом таком малозатратном по труду способе обеззараживания грунта. Это термический, с помощью солнца. Но он возможен только тогда, когда стоит вот такая жаркая погода, когда в теплице более 40 градусов, выше 40, вот как у меня сейчас. Если у вас такой погоды нет, если у вас холодно и сыро, и если у вас была фитофтора, то все-таки придется прибегнуть, скорее всего, к химическому способу. Я сейчас в следующем видеоролике расскажу, потому что я не буду путать вместе, какие химические вещества можно применять. Это, конечно, и медный купорос, очень жесткая такая обработка. Это, конечно, и серные шашки, и обрабатывают даже и хлорной известью, и формалином, когда уже ситуация такая наступает критическая, то люди прибегают к любым химическим средствам, лишь бы оздоровить, убить эту фитофтору. Но после таких крутых обработок, например, после медного купороса, сразу говорю, что вам лучше всего потом все-таки полить или фитоспорином, или триходермой, чтобы восстановить микрофлору своей земли. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это я рассказывала вам о мягкой термической обработке грунтов теплицы с помощью солнышка. Этот грунт самый легкий, ой, этот способ самый легкий, он мне понравился. Не делая ничего, я просто закрыла двери и ушла. Земля пропарилась, и этого достаточно иногда бывает. Все.